Смотрите, народ, чтоб потом не говорили, что, ой, взял убитую тачку и делает какие-то, эти, сравнения. Смотрите пробег на машине. Ой, фьюз? Все новенькое, так что, чтоб потом не говорили, что взял убитую. Взял нулячую, еще ни одна муха не сидела, я первый, кто на ней еду. Так что, народ, ну, ее перегоняли, конечно, 800 миль намотали, но первый рейс я делаю на ней, так что не говорите, что я вольво всерая, потому что она убитая. Нулячья, просто, ну, как это называется, еще в масле. Резвый, розовый дефрис, прикольный выглядит. А вот и мясо. Еще тише стало работать. Уже спалили два этих. Уже спалили два подохранителя. Уже где-то течет воздух. Это воздух течет или это на прицепе течет? Первый раз. Первое удобство, первое удобство, смотри, как раз все близко, не надо эти, покупать, как они называются. Не надо вот эти штучки покупать. Решут, раз и есть. Все, мне начинает вольво нравится. Руль хоть сделали, что низко опускается. Нет вот этой вот кочерги здесь, смотри, раз, нашмал, клопочку D. Спил тормоза. И поехали. И низко довольно-таки сиденье стало. Сейчас мы наладим наши зеркала. Че это раскрасывается? Нет. Наворачиваем. Наразанно. Автомат такой же тупой Газ в пол, а ему до лапочки Он делает, что он хочет Они то, что ему говорят Опа! О, теперь еще и ремень пищать будет Не только в Хонде и BMW А еще и в Вольве Так, где тут щетки? Учетка «Энжинбрака» «Энжинбрак» «Энжинбрака» на нейтральный поставить пожарники проявить А что это такое, кто знает? Что это ерунда? Или это будет отпечатывать, наверное, на этом спидометр, на лобовом стеклении. В общем, мы груженые. Сколько у меня груза? Где-то 60 кэшпаунтов гросса. Она вообще не едет. Вот смотри, даст в полную всю. Больше некуда газ дает. Она вообще не едет. Это жесть. Итак, мы полупустые идем. Ля! Варна, давай, давай! Готов! Ну, блин, если печать будет... Это как? Переменит. Это жесть. Придется пристегиваться. Кошмар! Какой? Какой? Я не стеснял. Сейчас как стоить. Сейчас посмотришь. Это, наверное, как в этом, как его. Как в игре, знаешь, когда играешь в игре, там всякие штучки, попсап, вот это, в лазе. Линия переехала, засигналила. Сбоку машина объезжает, тебе еще сигналит. Сама же машина. Близко подъехал, сигналит, что близко едешь. Никакой свободы вообще. Ремень пищит. Это жесть. Да. Наверное, Александр остановится, да, должен или нет? Сейчас. Эту функцию я точно проверять не буду. Не хочется за свой счет ремонтировать кому-то. Хорошо. Нам уже машет. Сейчас посмотрим, сделаем мы его или нет. Давай, 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 давай. Стой. Слушай, реально нас долбает пищать. Придется постегнуться. Это жесть. Я вообще в горочку не едет. Вообще не едет. Капец. Просто ужас. Тихий ужас. 49. Газ в пол по ровной дороге. Ни ветра, ничего нет. Нет. Так трак разгоняется, когда загруженный 130 тысяч паунтов. Наверное. Потому что я не помню, чтобы я был настолько загруженный, чтобы он не разгонялся. Приходится на меню доехать, что надо будет как-то ехать. 12-го. Да, 12-го. Сильно догоняешь машину, он начинает орать, что ты слишком близко едешь. Сейчас будет труба догнать. Газ в пол. Она не переключается. Вот еще в оборотах она тянет. Смотри. И тянет, и тянет. Бедная просто умирает, но пытается тянуть. Бестолковая. Просто кошмар. Нормальный engine brake. Вау. Жесть. Она теперь все время будет бошку рвать. Дистанция. Нормальная дистанция. Едем не быстро. А если еще ближе подъеду, что она будет сильно орать. Она тормозить начинает. Слышишь? Да. Загорается вот эта ерунда на лобовом стекле красным, что ты уже чересчур близко. И начинает тормозить. А, нет. Мне показалось, что ты подъеду. Ну, что-то близко, она definitely тебе об этом говорит. Прекрасная езда, Саша. Ха-ха-ха-ха-ха. Тут вот эти, затычки, знаешь. В машине тихо, а нету вылушителя. Не гремит гушидер, зато другое пикает на бошку. Если не хочешь заснуть ночью, за кем-нибудь едь, и всю ночь тебе будет на мозги капать. Тогда машина еще осталась. В принципе, она далеко. А это овцарь вот. Я думаю, ее отсвечить как-то можно. Предполагаю. А панель так прикольная. Тут столько всего напичкано маленького на ней, что пока ты найдешь, что тебе надо, ты кого-нибудь врежешься. Ха-ха-ха. Так в телефоне рыться, знаешь. Мелким шрифтом ищешь, что там написано. Вообще не едет. Просто жесть. Не едет и все. Вы, честно, не выехали. У меня уже нервы. У нее закончились. И что дальше будет, я даже представить боюсь. У нас. У нас на дне. Та успокоиться ты. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok реально мне кажется что проще к нему подлезть а на той стороне вот пошли на эту сторону может действительно что они немножко убрали или как-то морду здесь передел для не знаю хотя airbag на том же самом месте остался воздушный очиститель но неважно очень удобно турбину снять 4 болтика открутил очень реально легко подлезет это круто тут я молчу турбинку поменять шикарно вот как как в классике 5 сек и все вот они 4 болтика вот этот клэмпик сняли здесь масло подачу масса сняли и эти два клэм все хомутику красота вот это приятно это приятно реально приятно ну что больше всего меня удивило я андрюхи говорю андрюхи что-то мне тут я почувствовал что тачка останавливается круто думаю ну новая машина все новое они пацаны у нее тормоза дисковые то есть самая бомжатская комплектация сейчас начнут писать вот и взял бомжатскую по комплектации опять обсираешь вольву ну извините что далее дисковые тормоза по всему траку и передок и задок дисковые тормоза тормозит шикарно вот про дисковые тормоза молчу барабаны вообще уже как в европе должны были в 2000 году отменить но америка что-то отстает по этому поводу тут минус ей большой дисковые тормоза шикарные я все хочу дисковые тормоза тоже здесь все чисто все все через все чинно все красиво аккуратно что можно сказать про новую машину ребят ничего не скажешь это не классика компот не закроется за крыла но здесь тоже удобно закрыть что вам сказать вид ее сказать что он красивый лучше не буду таких слов говорить ладно к нам деньги приехали мы сейчас деньги возьмем потом вам дальше расскажем вот реально хочется хотелось бы чтобы эти вот как они называют дизайнеры да реально смотрели обзоры всех трак драйверов ну вообще кто делает обзоры машины немножко брали у них какие-то нюансы для будущего развивания но я понимаю что это модель все они сделали теперь она через 30 лет только будет переделываться на качество отделки друзья полная г реально то же самое что было и в предыдущих моделях то есть они ничего не усовершилось посмотрите на эту резинку поглядите это я по я почему ко всему придираюсь чтобы вы не не поняли меня неправильно народ я не хочу сказать что что вольво там хлам и все такое но я не люблю эту машину и это факт все это знают я просто вот я прокатился на нуля че тачки сейчас на данный момент мы приехали вот смотрите какой у него пробег вот смотрите вот это пробег вот 2174 мили то есть на машине 3000 километров мы прошли изнять не мы прошли было 850 уже когда мы взяли или 800 с кем с копейками там было ее пригнали и мы первый раз первый рейс поехали мы на этой машине то есть она нуля че вот все самые свежие освещения первый у нас расход был мы поперли только на сторону востока груженные были не до конца то есть у нас вся масса была разрешена 80000 паунтов мы были в районе 60000 паунтов может 65 это максимум и у нас расход был 47 верьте не верьте мне как-то по барабану тоже лично и каждого на обратном пути пустые мы приехали смотрите мы приехали пусты у нас пустой прицеп у нас простая машина и все такое автомат то есть мы не контролируем стыка стыка все такое машина вообще не едет поэтому тут контроль полностью на над вами имеет они вы над ней и на данный момент у него показать 72 вот это мы приехали сюда пустая машина это на еле выровнялась до самого конца так мы выехали было показывал монитор 5 и 6 5 и 6 так вот хочу сказать почему я наезжаю как будто отделкой все такое как бы мол что ты возникаешь на волю она самая лучшая на маркете все такое я не хочу спорить даже да многие вещи реально не очень крутые поддув стекол но хотя это уже устарела не тоже устарела уже многие развиваются многие много чего добились и не знаете в других траках есть поддув этих окон не скажу может быть я в этом ошибаюсь вот таки вот это крутая тема для стекол что не потеет там есть такое да есть свои плюсы я сейчас объясню и плюсы и минусы которые я заметил это машине но я почему к этому придираюсь ребят вы не я вы платите по 160 тысяч долларов и получаете вот это вот просто к вам к тем людям которые любят вольво и к тем людям которые покупают их отношение завода просто низшие понимаете они не ничего не делать для вас хорошего то есть что это они обновили машину набор то же самое осталось что и было ну да панель чуть-чуть изменили панель граммульку она плюс сразу говорю пусть она перестала дребезжать мог быть потому что нуля чья не знаю но она перестала дребезжать вот по ямкам идешь очень собранная машина то есть нет вот такой все сейчас она очень собрана мягко по ямкам проходит руль сделали на воздушный то есть открывается замыкается воздушная система и замыкается просто мертво это плюс по сравнению со старой моделью да там там надо было тянуть ее на себя если такое на как-то тяжеловато шла и не так хорошо пускала но это мелочи которые просто замечаю не будет воздуха в системе будет все время тижину как бы надо ждать пока воздух не найдешь чтобы руль поставить к себе но пока воздуха не накачать его никого не поедете поэтому это не проблема думаю классная тема что сделали воздушную классиках по крайней мере петербилде в девяносто седьмом году это последний год когда делали классики руль что он складывался очень низкая поставил все помните кто-то надо дать за моим каналом поставил себе рулевую колонку со старого года с 96 года классики они поменяли на сделали такую как в какой-то узнаете ну то есть руль чуть-чуть так вот поворачивается и все мало а volvo только в 2018 году додумалась сделать так чтобы руль ну более или менее к вам близко был предыдущая модель был ужасно руль неудобно просто катастрофически сейчас они сделали удивительно но руль очень удобно близко к тебе и у меня сидели на все опущены это дебилизм я не понимаю почему продолжают делать сиденья которые вот все ниже не опустится но сделайте выход сиденья больше но почему я я сижу как можно ехать вот так вот я не понимаю понимаете вам многие начинают болеть вы сидите непонятно как еле до педали достаете ну что за бред вы даже сидеть комфортно удобно и вы когда сидите когда посидение поднято понимать подушка сейчас накачают подушка вот минимум вот так вот надо чтобы она не била да на ямках вот то есть поднимается уже уже панель вообще вот садится между ног и вы уже чтобы там что-то увидеть вам нагинаться надо я не знаю ужасно неудобно понимаете вроде вроде руль удобно все но вы начинаете об него биться потому что вам надо чтобы сиденья прыгала иначе вы будете ехать как на колу что я и делал всю дорогу не было пущено полностью иначе не могу ехать слишком высоко сидеть мнение не могу так это очень неудобно сиденьем минус всем заводом они плохо делают сиденья сиденья должно ходить иметь ход больше и ниже опускаться и выше подниматься давным давно уже пора это разработать руль ужасный руль ужасно я знаю что это самая дешевая комплектация есть хорошая комплектация кожа обшита все вопросов нема я пробовал кожаный руль тоже на на выставке сидел машине вот руль сделали прикольно то что очень кнопки есть и умно сделали что кнопки не интегрированы в руль так что руль с кнопками менять на то есть вы можете кнопки это понимаю снять допустим руль заменить когда он сотрется руль очень тонкий и очень неприятный на ощупь ужасно если вас дешевая комплектация будете привыкать к этому рулю и он очень тонкий очень неудобно когда он гладкий тонкий там более или менее приятный а этот шершавый и тонкий очень неприятно его задержать ну это моим личное мнение удобно и удобно сделаны приборы датчики поворотники до включатели классно придумано но огромная огромная ошибка их не и неудобства что они сделали вот эти вот два смотрите вот это engine break горный тормоз он вот он очень удобно здесь должны были быть щетки а горный тормоз должен был быть здесь потому что вы включили горный тормоз и вы на нем ездите бросили газ он тормозе до далее газом поехал то есть вы не постоянно не включать не выключайте вот допустим так как щетки бывает попадает такая вот мы ехали всю дорогу моросил дождь и попадает на такой момент что настроек не хватает надо включить выключить да то есть настройки сильно рано или сильно поздно включаются и получается вам иногда хочется рукой раз-раз включить выключить включить выключить щетки и вам надо лезть вниз получается слишком низко и не раз цеплял engine break потому что вроде здесь рядом она тут туда лезть надо ниже за к этим щеткам неудобно вот честно вам говорю неудобно как есть и мне не нравится да это удобно классно но мне не нравится что здесь кнопки на руле и слишком они сделаны как вам сказать очень часто цеплял не раз кнопки нажимала всякая ерунда как-то мне кажется слишком они большие сделали и может быть надо было и как то по-другому немножко сделать это просто дело привычки поэтому просто неудобство для меня но очень удобно прикольная система сделана то есть мне нравится что на руле много чего да то есть заходить там круиз-контроль все это дело приятно очень удобные на ощупь такие прорезиненные то есть кнопки видимо пластмассовую но сверху политой такой резинкой и очень приятные кнопочки на ощупь прикольные это мне нравится здесь кабины ничем не поменялась машина поменялась все нет ее залезали морду и все сделали как слезал горит крыса вот выглядит как крысеныш мне не нравится вид его это опять же на вкус этого еще нет ничего не претендую панель приборов прикольно да очень прикольная цветная красивая зеленый приятный цвет такой ночью светит все видно хорошо вот но мелковато конечно на экране слишком много всего выведены все мелко но это дело привычки опять же привыкните будет нормально будет нормально ощущаться видите как бы очень много всего по написано все мелкая вот показывает джейкбрейк на какой позиции вы находитесь такое-то очень приятно прикольно она даже сейчас показав томат это значит автомат автоматически полностью будет работать и на круизе на все это 1 2 3 положение ниже же вы там делаете пониженные скорости переключаете приятно видно температуру показывает время показывает направление ваш трип ваша ваш пробег спидометр очень очень круто сделали что выбери спидометр сюда электронный вам не нужно все время на право смотреть какая скорость вы четко смотрите вперед и вы видите очень приятно круто ну и конечно же вы можете листать эти там выбираются всякие штучки туда-сюда вот я не буду вы видите какие там функции есть не буду туда лезть и мне это не интересно это больше для тех кто она напичкана этими функциями не переживайте там хватает этих функций что меня раздразила и просто уничтожила мы ехали что туда ночью практически много валили что обратно всю ночь ехали да вот эти две системы которые они интегрировали в эти машины то есть система тут три системы а до системы она уже во многих траках и давно уже развивается это машина которая находится в мертвой зоне у вас на правом пиле или находится кнопочка которая загорается когда машина находится в невидимой зоне это классно но две системы вот это вот система которая вот она стоит я спрашивал кому только сели что это за ерунда вот эта система она загорается красным вот нового стекла что вам надо тормозить это дистанцию меряет у нее несколько функций работы которые и плюсы и огромнейшие минусы минус какой вы догоняете кого-то начать пищать вы догоняете сильно близко начать орать и начинает красным гореть кидает вам дистанцию очень большую держит когда вы едете в пробке она вам мозг вынесет настолько мозг вынесет своим пищанием я не знаю можно и отключить или нет мы пытались искать смотреть я так и не разобрался может быть и можно если можно включить скажите мне тогда я вообще не против но если отключить нельзя это самая дебильная система который они придумали не то что в плане безопасности в плане безопасности если вы засыпаете вы не можете контролировать дистанцию вам нечего делать за рулем вы должны находиться там а если вы можете контролировать ситуацию вам эта система не нужна если бы эта система автоматически тормозила по машину то но когда вы идете на круизе эта SYSTEMO прикольно то есть вы идете да и вы догоняете машину которая машина впереди идет она вам на спидометре смотрите здесь на спидометре включу спидометр она должна показать по идее вы видите зеленые линии вот эти вот желтый красный они горят когда вы слишком близко догорять она вся красным горит и вам надо снариться когда вы едете на круизе вам показать допустим 70 миль в час здесь горит такая одна зелененькая полосочка вы не догоняете какой-то машина она идет скажем 60 миль час и здесь показывает желтенький что машина идет 60 миль час она показывает 60 впереди идущая машина 60 миль идет и ваша машина сама сбрасывать скорость и за нею на дистанции едет это плюс то что вам каком-то городе да вы не хотите дергаться линии перестраиваться не надо тормозить вы просто едете на круизе она сама сбрасывает скоро сама набирает ваш у вас автомат вам не нужно переживать включать скорость и такое то есть очень удобно но с другой стороны когда вы идете по фривей вы не можете машину догнать близко что перестроить обогнать ее вы должны перестраиваться обогонять ее давным-давно то есть очень рано не доезжая да не очень далеко и потом выпаде вот она не едет реально не едет я без шуток и вы потом плететесь на левой линии пытаетесь догнать тот трак или машины потом обогнать сзади уже начинают машины психовать уже начинается с по правой линии обгонять потому что машина кто знает где вы уже на левой линии а если вы на левую не перестроить что машина перестает ехать вперед, она едет строго столько, сколько та машина едет, она за ней дистанцию выбирает и плетется за ней с той же скоростью, которая едет спереди вас, то есть вы не можете ее вогнать. Вот такой дебилизм. Вы только перестраиваетесь, она стреляет лучше и не видит предпятствий и начинает набирать вашу круизную скорость. Это огромный минус, очень тяжело. Вам постоянно надо ли раньше перестраивать или сбрасывать круиз, газовать, ехать, догонять ее, потом перестраиваться ближе и обгонять ее. Если вас кто-то подрезает и у вас круиз включен, то машина сама начинает тормозить резко. Это плюс, да, то что кто-то вас подрезал, она может тормозить резко и все такое, как бы, если вы не можете среагировать по какой-то причине. То есть машина контролирует вами, а не вы контролируете машины. Она делает, что она хочет, у нее свои куча там всяких инноваций заинтегрировано, все сделано и вы уже вообще становитесь как вот робот, понимаете? Вы сели за рулем, все, что вам надо, вам держаться надо и смотреть вперед и жмать педаль газа, все. Больше вам ничего делать не надо, за вас машина все делает сама. Это для таких наездников делают машину, я вообще не знаю. Вы скоро вообще уже ничего не будете делать. Как робот будете сидеть и смотреть только, чтобы все функции работали правильно, а вы будете сидеть на сиденье, как ненужный человек и ехать на траке. Мне это не нравится, я против этого, лично мое мнение. Если бы они там safety помогали, да, безопасности или еще чего-то. Если вы не можете контролировать дистанцию, если вы не можете перестраиваться правильно и следить за ситуацией, вам нечего делать на этом месте. Сидите дома, вяжите там, я не знаю, делайте что-нибудь. Эта машина серьезная, эта работа серьезная. Вы должны уметь это делать, вы должны знать, как это делать. Если вы не можете, вам нечего тут делать. Вносить вот эти все-все нюансы, вот эти всякие штучки для того, чтобы вами контролировала машина, а не вы ее. Это бред. Это говорит о том, что профессионалы уходят с этой работы, потому что недостаточно оплачиваемая работа и очень зажимают их и все такое. А сюда прут всем, кому не лень. И они ездить не умеют, и для них вот это всякие фентиклюшки эти делают. Бред полный. Это одна. Вот эта пищалка, она вымучила пищать. И вторая, это линия. Она держит вас в линии, и вы чуть-чуть коснулись линии, и она начинает пищать. И вот представьте такую ситуацию. Мы ехали ночью, да? Я вырубаюсь, говорю, Андрюха, сядь за руль. Андрюха сел за руль, и он едет, и я сплю. И вы как, вы думаете, я хорошо поспал? Он едет, стройка идет. Линии, вы практически по ним едете. Чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо. Она начинает пищать. Кто-то выскакивает спереди, она начинает пищать. И вот это я сплю. Пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи. Брр-бр. И я вот так вот спал. И как вы думаете, я выспался? Вот когда вы едете в Тиме на этой машине, вот я вам честно говорю, из глубины души вам говорю, я так никогда не психовал в рейсе, как в этом рейсе было. Просто я хотел остановиться и сжечь эту машину или какую-нибудь стенку ее разломать, потому что она вымучила. Понимаете, вы уставшие, вы засыпаете. Вам хочется чуть-чуть кеморнуть, да? Чтобы дальше можно было ехать. И вот пока ваш кодрайвер, да, то есть водитель, ваш напарник едет, вы там не отдыхаете, вы слушаете эти дебильные системы, которые пищат, кричат и с ума сходят. Они ему на нервы действуют, потому что они пищат, понимаете? Этот писк не такой противный. И вас еще они постоянно будут. Ужасно. Просто ужасно. Вот эти вот, если эти системы не отсоединяются, кто их изобрел, если вы смотрите, пожалуйста, уберите их. Или мы придем к вам домой и поставим вам пищалки, чтобы вы в кровати, когда вы поворачиваете, чтобы она пищала вам на мозг. И потом вам утром в 7 часов на работу вставать. Я бы хотел был поглядеть, как вы выспитесь. Бестолково. Извините за такие эмоции, но я другого не мог. Понимаете, это меня так возмутило, что я за свою езду, карьеру, сколько я проездил на пикапчиках, начинал на траках. На больших траках я там чуть больше 4 лет за рулем. Но я никогда так за рулем не психовал. Ни в пробках, ни... Вот разные ситуации были. Никогда не было таких... Такого нервоза, как эта машина меня просто вывела из себя в этот рейс. Коротенький рейс. Мы всего 650 миль туда, 650 миль обратно. Это 1300 миль. Сколько там километров. Это мелочи километров мы проехали. Вообще, тьфу, пшик. 2000 с копейками километров проехали. Но вывела, машина просто вывела. 21 век. И с этими всякими инновациями она просто вывела. Это по поводу этих систем. Если они отсоединяются, тогда проблем нет. Кому надо подключать, кому надо отключать. Если они не отсоединяются, это катастрофа. Далее, 21 век. Панель, то есть этот, как его, магнитофон просто зверский, ничего не сказать. Я промолчу про него. Вот это вот намного удобнее. Я знаю, они в старых моделях были. Но это в 200 раз удобнее, чем вот эта вот рукоятка. Я уже об этом говорил. Еще раз скажу. Чем вот это вот вы не можете пролезть. Кричать, что в классике узко между сиденьями. А здесь широко, ребят. А когда у вас вот этот штырь стоит, здесь вот включено на нейтралке. Вот здесь он стоит. Здесь широко пройти? Или у вас когда штырь здесь вот стоит в Вольве? Не надо говорить, что в классике узко пролезть. Здесь намного уже пролезть, чем у нас в классике пролезть. Поэтому вот это вот шикарно. Плюс убрали. Я надеюсь, что таких больше не делают. Если делают, ну, кому-то, значит, нравится. Вот это им просто огромнейший, жирный плюс. Красавцы. Что можно двигать. К себе поближе поставил. Поближе, подальше. Шикарно. Мешают вам. Вы большой человек. Вы убрали их вообще, выкинули. Ходите здесь, проходите. То есть, молодцы. Просто превосходное решение. Молодцы. Второе. Резиновые коврики. Шикарно, ребята. Шикарно. Подняли. Здесь, ну, мы уже немножко насорили. Здесь семечками все такое. Здесь сейчас резина, но я так понимаю, что здесь можно ковролин брать. Ну, смотря какая комплектация. Ну, вы коврички. Вот они. Они просто снимаются легко. Вы вытрасили. Все. Вам не нужно что-то покупать, другое там, придумывать. Что такое. Все замкнулось. Все очень удобно. Толстая резина. Еще и шумоизоляция служит как. Шикарно. Молодцы. Плюс. Большой плюс. Отделка, я уже сказал. Тот же самый гарбич. Вот эти вот поприятнее стали делать. Везде лэдишный свет. Молодцы, красавцы. Очень удобно. Посадка руля, я уже сказал, очень удобно. Намного удобнее, чем предыдущая модель. В 2019 году они, в конце концов, до этого додумались. Тут еще два этих, два режима каких-то. Ладно, не важно. Додумались сделать низко посадку руля. Самое большое, самое большое и самое умное, что они придумали. Это мама мне звонит, я сейчас отвечу ей. Это вообще жирнючий плюс, что они наконец-таки сделали сидушку. Посмотрите, какой угол у сидения. Я не могу не поаплодировать. Браво, браво, браво. Всего 15 лет и вы наконец-таки сделали это. Но я не знаю, как 860. Это 760 модель? Я не знаю, как 860 модель. Или какая там 800, да, 860. Я не знаю, если там такое есть сидение. Но браво. Вот реально браво. Сидение, красавца. Очень круто. Двигается назад довольно-таки далеко. То есть, браво. И здесь не так, как было в той модели, в которой мне кричали, ты не умеешь, ты не знаешь, где функции сидения. Ну, конечно же, я не знаю, где функции сидения были на той машине. Сидение вниз, вверх. Даже если бы оно было вниз, когда я вам рассказал, что я ехал, ногами упирался, все время себя держал. Да, если бы оно было вниз, спинку ложите назад, и вам уже намного проще ехать, чем когда у вас спинка давит. И сидение вниз. Ужасно. Поэтому насчет этого большой, большой плюс. Большой жирный плюс. Вот эти кнопки, они сделали настолько их тяжело поворачиваемые, ну, ужасно тяжело поворачиваются. Я предполагаю, это для того, чтобы они со временем не разбивались, не расшатывались. Очень интересное решение, что ничего не гремит. Это плюс. Я не знаю, они как бы немножко тяжеловато крутятся, но это не то, что там неудобство или еще что-то. Я считаю, что это все-таки классно, что оно не будет расшатываться, потом болтаться не будет. Приятно. Приятно, что они, пластмасса здесь, да, не обращая внимания, но здесь контур они сделали резиновый. То есть, даже если у вас руки мокрые, оно все равно будет цепляться и проворачиваться. Хорошее решение, молодцы. Очень приятно. Кнопки все то же самое, такие же остались. Мне не нравились, не нравятся, не будут нравиться, неудобны. Ну, здесь что? 21 век, все на пауэре. Замыкаются, отмыкаются двери. Центральный замок, уже он давно делается, это не первый год, поэтому тут я ничего не скажу. Что вам сказать дальше? Сторый, все то же самое. Я говорю, что даже вот эти вот, вот у меня один с 2009 года Вольво, даже вот эти вот, то же самое сделали. Посмотрите, отделка, шикарная отделка, просто реально стоит 160 тысяч долларов. Просто мне обидно за тех ребят, которые отваливают такие бабки, а ничего нового не получают. По факту остался салон тот же самый. Вот этот дебилизм, посмотрите. Понимаете? Вот открывается как дверь, потому что там окно идет вниз. Понимаете? Вот все. Что-то вам сюда надо засунуть, вам сюда реально надо засунуть и не положить, потому что здесь места нету. И вот этот вот кабинет, когда я начинал работать на траках, я работал на Вольве. Я бы этот кабинет постоянно бился башкой. Когда вы залазите, садитесь сюда, здесь, может быть, они немножко его убрали. Я много раз бил. Вы встаетесь и бьете об него. Это дело привычки, потом привыкаете к этому, к пространству, чуть-чуть лучше становится. Но, промолчу. Но смотрите, отделочка. Опять же, посмотрите. То есть, за эти деньги, я считаю, что за эти деньги тупо. Вот это, опять же, 15 лет заняло этих умников додуматься сделать, что не всем нравится, что здесь люк, что он в глаза светит. Всех вот на пробке, на присоске была здесь шторка сделана. Наконец-таки. Браво. Второе. Шторочки здесь придумали. Браво. 21 век. Наконец-таки чья-то голова додумалась сделать шторки. Закрыл, и они не светят. Не надо вот это на кнопочках там было все такое. Хотя на классика до сих пор на кнопочка делать. Но это классик. Мы ее не будем касаться. Это аэродинамичный трак. Открывается и закрывается окошко. Приятно. Реально очень круто. Очень удобно. Очень практично. Быстро, легко, круто. Никаких крутилок там, никаких этих. Очень классно. Конечно, очень не внушает доверия эта саморучка. Мне кажется, она долго ходить не будет. Но хорошее решение. Самое крутое еще в этой машине, ребята, здесь повсюду вот эти вот вещи для заряда. Здесь, здесь. И вот это, видите, уже ее избишки сделаны. Красавцы. Это огромный плюс. Потом плюс, что здесь сделан замок. Отмыкать, замыкать двери. Вы легли. Ой, забыл двери замкнуть. Не вопрос. Вы нажали кнопочку, двери замкнуты. Вы спокойно спите. Или вы спите, допустим, да, утром там постучался ваш напарник, да, вы приехали на парковку, напарник постучался. Вы спите. Раз постучался, такой, а, да, там пришел напарник. Дверки открыл, он зашел. О, здорово, здорово. А вам еще спать? Он сел, поехал, допустим, за руль. То есть любую ситуацию промоделируйте для себя. Но я просто говорю, что очень удобно, классно. Контроль, пульт управления, он во всех машинах уже с 80-х годов идет, поэтому я про него ничего говорить не буду. Кровать. Очень крутая тема. Я понимаю, что они идут все уже с матрасом с завода, потому что матрас специально вырезан. Видите, для чего? Потому что здесь они придумали такую тему. Видите? Бах! Это реально круто. Почему круто? Потому что здесь нету столика, здесь нету... Ну, как вам сесть удобно? Никак. Вы, как правило, вы приехали на парковку, сели, и что все делают? Сидят или на компьютере, или на телефоне, да? 21 век. Вы сели, и вам удобно. Вам не нужно головой давиться, подкладывать подушку и все такое, да? Вы сидите, вот, сидите здесь, и вам удобно сидеть, если вы на телефоне. Если на компьютере, у вас есть столик. Это не для еды столик, ребята. Это не то, что вы сюда уселись, и вы тут сидите, кушаете. Нет. Это вы поставили сюда компьютер, и вы сидите, смотрите фильм там, или еще что-то, да? Или вы что-то на нем делаете, или вам надо записать что-то. Везде свет есть, пожалуйста. Куча света, даже вам ноги можно осветить, если вам этого надо. Это плюс, молодцы. Это удобно. Вроде и ничего не занимает толком места, да? Но я считаю, что это довольно-таки удобно и прикольная функция. Но как она сделана? Ребят, машина нулячая. В ней никто еще не сидел, мы только в ней ехали. То есть, это я просто говорю о качестве, именно то, за что вы платите 160 тысяч долларов. Эта машина, ее красная цена 100 штук. Здесь много плюсов всякие, да? Ну, 21 век! Эти все плюсы в легковых машинах еще в 90-х годах были. А здесь только додумались. Поворотники мне нравятся. Куча поворотник, вот раз коснулся, он там 3 или 4 раза сам блэнкит. Не надо его держать, как в BMW, допустим, да? Не во всех машинах до сегодняшнего дня даже это делается. Огромный плюс. Вы один раз стукнули, едете все спокойно, он уже мигает, вы поворачиваетесь. Удобно. Верхняя кровать здесь сделана, это лестница выдвижная. Тоже очень интересное решение для лестницы. Не то, как вот это, знаете, раньше была здесь в 780-х, лестница здесь складывала, такое бревно стояло. Прикольно, прикольно. В общем, классно, молодцы. Ну, здесь то же самое осталось. Это не электроника, ничего, просто механика. Там цилиндры стоят механически, поэтому оно поднимается, опускается все механически, очень удобно. Столик здесь есть, вот здесь вот кушайте, и вот вы сели, разложили вашу еду и вы кушаете. Ну, стоит ли говорить опять про качество? Понимаете, настолько уже они обнаглели и уже, ну, ну, сделайте нормально, хороший, деревянный, потолще пластик, удобно, чуть-чуть пошире, ну, я ничего не буду говорить, вы поняли, да, мой посыл? Все то же самое осталось, те же самые кабинеты, ничего не поменялось, такие же, они сейчас не дребезжат, еще раз повторяюсь, потому что новое, очень скоро они начнут дребезжать, потому что, вы видите, а можно было сделать прорезиненный пластик, который не будет греметь, но он гремит, но это я уже придираюсь, опять же, я почему придираюсь и еще 25 раз повторюсь, потому что цена машины, ребят, цена машины, если бы она стоила 90 тысяч, я бы сказал, мужики, берем и поехали, но здесь цена, бешеная цена, но качество просто, ну, все хуже и хуже с каждым годом, мое чувство, понимаете, ребят, центральный, центральный свет, опа, центрального света здесь нету, прекрасно, или нет, вот он есть, есть, хорошо, молодцы, и лидишь, везде, везде лиди, классно, опять же, но шторочки, есть шторочки, они резиновые какие-то, очень приятные, на ощупь, очень прикольные, что ты меня бьешь, что ты берешь, кровать поднялась, сделали эти, газовые амортизаторы, вот опять, посмотрели на резиночки, на эти, погляди, резиночки, чтобы она не дребезжала, смотри, сейчас еще чуть-чуть дерни, она отвалится, тут даже клей виден на них, нельзя было шурупчиком по центру прикрутить, надо было на клей посадить, вот оно уже все оторвалось, прикинь, опс, я тебе говорю, вот слегка коснулся, для них, просто, чтобы вы понимали, качество, нет, это не закрыто, я уже испугался, это скоро, скоро начнется здесь, музыка, во время ям, это 100%, можно было болтики сделать, ну ладно, это уже мы придираемся, понятное дело, но сиденья удобные, довольно-таки неплохие, для заводских, так скажу, прикольно, ну, по сути, ребят, ничего не поменялось, серьезно, за эти 15 лет, которые они выпускают эту машину, я имею ввиду, именно вот, предыдущая, ВНЛ, она вообще, реально поменялась, все, а именно вот эта модель, вот как она начала, в 2003 году, или во втором даже, в году выпускаться, и она по сегодняшний день выпускается, салон тот же самый, все осталось, то же самое, да, может быть там, какие-то по паспорту, если считать, какие-то миллиметры, где-то чего-то укоротились, уменьшились, там окошки добавились, да эти окошки, надо было добавить с первого дня, вы что, в будки ездите, да должны быть окна, а не 15 лет спустя, придумали, в короткой базе, сделать окошки, поздравляю, я же говорю, панель, они вроде как поменяли, она осталась, того же дизайна, чуть-чуть, говорю, облагородили ее, громульку, но ничего нового, здесь не стало, сверху, все одно, то же самое, все, все тот же самый, хлам, в том смысле, тот же самый хлам, то есть старье, но как бы, можно было все красиво, по-новому как-то придумать, но хоть здесь, пластик мощный, толстый, и он не гремит, не дребезжит, почти, как-то так, ну вот мои ощущения, по поводу этой машины, как машина идет, то, что она вообще не едет, я уже говорил, но я понимаю, что комплектация есть, наверное, 500 лошадей, или что-либо, сколько на этой модели, интересно, лошадиных сил, давайте посмотрим, значит, это резина у нас, V-номеры, 455 лошадиных сил, 1850 торг, в этой машине, и близко нету того, что здесь написано, по паспорту, близко нету, ребят, просто близко нету, она не едет, и если бы она не ехала, если бы она не ехала, только груженая, можно было бы ничего не говорить, но она пустая не едет, в прямом смысле, и еще одну вещь, которая спустя 15 лет, даже не 15, а всю жизнь из выпускания машины, так и не изменилась, это то, как закрывается дверь, это замок, понимаете, вы просто садитесь, если вы как нормально хотите закрыть дверь, вот так это она закрывается, по сегодняшний день, 19 года машина, такой же дебильный замок, и он так же не закрывается, надо, чтобы он закрылся, вот это надо сделать, понимаете, то есть, я довольно-таки сильно дверь закрываю, чтобы она закрылась, надо, усилие должно быть вот, вот такое должно быть, но она не закрывается, тут ее надо закрыть, понимаете, и вот это вот дебильная ручка 21 век она также стала здесь ужасно неудобно эту ручку закрывать мне кажется она должна была как-то по-другому сделано но it's ok это с этим жить можно ребята живут и живут а еще прикол опять же у меня 2009 года volvo и я думал это нормально как бы но то есть явление дни я не должен я думал что она на видим ну старенькая машина уже миллион миль расшаталась оказывает это нормально вот это вот это нормально ребят вот это вот за 160 тысяч долларов это абсолютно нормально когда вы едете вам вот этот поет ламбаду это зеркальце это оказывается абсолютно нормальное явление это завода так что у меня ничего не сломано я думал у меня окно зеркало сломан думал на джанке может поискать зеркало она то оказывается что это завод и антенна откручена с завода тоже это еще раз подтверждает качественную сборку машины на сегодняшний день то что машины эти все разбирают это не показать что машина стала лучше люди обидат безысходности берут эти машины но volvo давным давно потеряла market она просто когда-то заработала направо на старой своей модели свою на своем качестве заработала то что тихие были фред лайнеры никто не был и конкурентами на сегодняшний день она далеко не лучшая машина далеко не лучшая машина на маркете по удобству по качеству платишь шумоизоляции по многим другим факторам про коробку там про двигатель вообще молчу я говорю сейчас просто про удобство про все такое кнопочки 21 век ничего не поменялось также пальцы отбивают эти кнопки и вот этот вот набор предохранители под вот этот резинкой то же самое осталось также уже ее здесь туда был отломал видите на сломано до нас уже и сломали так что то что это добавили сюда тоже шикарно молодцы очень удобно как-то так друзья вот это вот мое мнение об этой машине мой experience не до опыт буквально два дня и нету ни малейшего желания еще раз ехать на этой машине в какой-либо рейс лучше на старой модели поеду почему потому что из вот этих вот песчаней как минимум да приятно новая машинка пахнет свежим новеньким очень приятно собрана не 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 шатается на ямах там нет летает ничего да не гремит тоже приятно ехать все такое но а еще здесь свист постоянный свист почему не засняли надо было заснять но не было не до этого было дождь шелось такое постоянно где-то здесь что-то пропускает свист стоит бешеный что пустые что полностью постоянно всю дорогу туда и обратно стоял свист не знаю может быть где-то что-то с антенны или я не знаю в чем дело но свист стоит конкретный у меня задолбал а так прекрасно машине тихо спокойно все меня там какой-то шум с правой стороны то ли ты тоже турбины там это ерунда ли я не знаю что там такая дальше идет какая-то еще ерунда позор volvo честно позор очень сильно опустилась и в качестве и в отношении своем к водителям как-то так но так машину можно брать для водителя опять же я уже говорил чувствуешь шикарная машина вот этот вот то что они сделали по-новому вот эти вот полный дебилизм вот это вот на этой стороне он настолько смотрите вот выходе не хотите чтобы она на вас дула вы можете убрать вот так куда а хотите чтобы она вот так было но нам дует допустим в лицо вы хотите пониже опустишь по новым дуло на тело извини чувак не тут не ты тут никто я буду тебе говорить куда я хочу дуть окей ладно раз ты хочешь дуть мне в лицо буду тогда лучше потолок иди сюда подходите вам покажу дуй тогда в потолок пока я ему говорю паду в потолок вот я поднимаю вверх чтобы потолок до 2 ямки и она опять не дует лицо опять и надо говорить дуть потолок то есть понимаете вот это вот с этой стороны чуть чуть лучше держится вот прям поприятнее а вот это вот это это бренд new машина что будет через 10-20 тысяч миль это вообще не будет вы поднимите она сразу будет падать то есть она вам дуть будет в морду хотите вы этого или не хотите она вас не спрашивает таких нюансов очень много когда машина за такие бабки когда машина высокого считается крутого класса и все такое да все поют что volvo самая лучшая поэтому я настолько придираюсь к этой машине вот до таких вот дотошных деталей я хочу видеть где это вот вот это вот крутизна где вот это вот развитие этой машины что она лучше на 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 рынке ребята на сегодняшний день volvo отдыхает а вам всего хорошего всем пока